Азия и Беларусь. Огольные взгляды или тренд на замежную культуру. Как гамельчане познают кей-поп-культуру, что их притягивает и почему именно корейская хваль набирает популярность о род молодых. В аспектах яркой подачи себя разбиралась Татьяна Пемененкова. Пластика эмоций и отчувание ритма. Усего это про хореографию кей-поп. Олеся Шаученко познает корейский танец уже 4 года. Особливый вайб музыки и стан на танцевальной плясовце дозволяют девочине отримливать выключенное задовольнение. Олеся признается, что пришла именно в кей-поп, потому что тут не связаны руки. Танец можно выбрать абсолютно разный, от больше ритмичного джаз-фанка до пластичного вок на прамку. Ты можешь попробовать каждое направление, и это все одни танцы. Мне больше нравится хип-хоп или вок. Мне нравится вок, то, что пластичные движения, а хип-хоп, то, что это более эффектно, так резко. То есть мне нравится и то, и то совмещать вместе. Кей-поп у расшифроции корейский поп – культура, яка мкливо развивается и набирая популярность. У кей-поп есть один важный термин – айдол. Так называют пооднева корейских поп-зорок. Назва выбрана не выпадково, а айдолы повинны быть идеальными. Это их миссия. Знешность, вокал, умение держать себя на публице и вядома танцы. Сценичное выступление корейских зорок и поклали основы для возникнения специфичного танцевального керунку. В этом году это направление стало очень популярным. Когда мы только открылись, казалось, что у нас это вообще никак не зайдет. Но вот с каждым годом все больше и больше. В Минске это направление стало популярным еще три года назад, а вот до нас оно прямо очень сильно дошло буквально в этом году. Были какие-то ребята, которые оставили какие-то свои маленькие команды, выступали где-то на такого чего-то масштабного. Не было вообще. Гомельские танцоры активно долучились до корейской танцевальной хвали. В городе працуют калепицы студы, где аматоры азиатской подачи себе могут продемонстрировать властные сдольности. До того же гомельские кей-поперы принимают удел у разных фестивалях и показывают, что наши танцоры ничем не горш столичных або замежных. Многие не могут распространять ци крыла, бо они упираются у рамки стереотипов. У кей-поп-керунку без их так само не вышлося. Азиатские танцы – не мужчинские від занятков. Это меркование Ренат Вынарчунь одноразово. Али хлопцах это клопотить мало. Пока линшая размовляет, ее натремливает задовольнение творчого процессу и будуе амбицийные планы на будущую. Мне очень нравится сам кей-поп. Раньше я, честно говоря, не знал об этом направлении. Но мне очень нравится сама хореография. Планирую дальше продолжать этим заниматься, развиваться. Возможно, в будущем даже связать с этим карьеру. Я считаю, что мужские танцы – это наоборот очень классно выглядит. И от них ты получаешь бурю эмоций. У танцах ты никому ничего не повинен. Просто есть музыка, и ты у ее улюбленный. А все остальное – это между вами. Стереотипы для гомельских танцоров застались далеко в минулом. Молодые, яркие и креативные, они выполнены, что жить становится простей, когда танцы не только тело, а и душа. Татьяна Пемененкова, Сергей Калацей, Телерадио, компания «Гомель».